я вас приветствую с вами психолог практик вишняков андрей и сегодня речь пойдет у нас про отпускание когда в жизни происходит какие-то события мы к чему-то привязываемся и мы зацепляемся и не можем пойти дальше вот поэтому но про это много говорится там в буддизме много говорится психотерапия тоже как завершение гештальта завершение каких-то там on finish бизнес там часто называют а переводя с английской незавершенные такие дела вот и очень часто мы не можем вот преодолеть и даже люди обращаются к психологам психотерапевтам для того чтобы вот что-то такое что прямо держит как бы отпустить и идти дальше в свою жизнь например отношения или потерянная работа или что-то про здоровье или про какие-то упущенные там возможности и хочется идти дальше хочется жить хочется наслаждаться тем что есть пробовать какие-то варианты а не получается мы в чем-то застреваем вот и здесь хотелось бы отметить несколько таких очень важных моментов первый момент что естественно психологи говорят а вот этих четырех фазах я про них когда карантин там у нас начался много там был у меня видео я снимал вот эти вот шок отрицания когда не верится что это уже нет я не могу это впустить это невозможно я без этого жить не могу потом приходит фаза вот агрессии когда мы злимся называют еще психологи это фазой торга когда еще хочется что-то изменить нам кажется что в наших руках в наших силах мы еще там если позлимся если мы добьемся если мы отстоим если мы поспорим там с богом что мы это получим вот если более-менее агрессия проходит там депрессивные фазы вот собственно говоря чаще всего мы что-то не можем отпустить потому что мы не хотим туда погружаться в эти неприятные чувства если мы говорим по-настоящему про отпускание то нужно уметь проходить вот эту боль разочарование уметь принимать что этого больше нет это своеобразная маленькая или большая смерть которая вот ставит точку да все этого нет мне надо двигаться дальше и мне очень больше больно я без этого жить не хочу я без этого не хочу двигаться дальше жизнь для меня теряет смысл соответственно чем сильнее вот вам такая подсказка да то есть чем сильнее привязанность чем сильнее меня тянет вот это вот ощущение тоски невыносимости жить не хочется там какие-то суициды мог быть мысли или вообще энергии нет это говорит о важности того что вы потеряли практически а то есть вот отпустить это значит все принять смириться что этого больше для меня не существует например в отношениях что это человек уже там в другом браке или просто он меня не любят там да или вообще нет его там в живых вот или что-то поменялось кардинально но невозможно построить уже с ним отношения жить совместной жизнью вот и говорит о том что это значимость это не всегда про любовь это бывает именно про привязанность именно про ожидания да то есть вот что мы себе обладая этой вещью до привязываясь вот мы каким-то образом хотим стать счастливыми фактически любая привязанность любое желание она говорит о том что мы связываем нашу жизнь вот наш позитив наше счастье нашу стабильность может быть наше удовольствие нашу насыщенность яркой жизни мы связываем конкретно либо с человеком либо с каким-то событием и каким-то умением обладание какими-то вещами какой-то реализации и вот это чем сильнее мы хотим этим обладать тем сильнее боль через которую нам предстоит пройти при потере почему нужны психологи до психологи они дают поддержку а там или мы обращаемся там близким но иногда там друзья наши близкие они просто ну не в состоянии нам это дать не понимают что с нами происходит или делать что могут но они профессионально не подготовлено чтобы посмотреть что застревает а нам очень важно увидеть да что цепляет да то есть что не могу принять почему мне так важно быть вот в этом да и какая боль придет да то есть что со мной будет происходить вот почти всегда даться вот эта боль она кажется нам невыносимой да то есть кажется что нам трудно ее пройти и мы в том числе нет доверия к жизни доверие к миру давле доверие там к вселенной что у нас еще жизнь будет дальше продолжаться что мы можем быть счастливыми без этого что мы можем двигаться дальше да то что у нас внутри что-то опять расцветет и мы опять будем с этим миром там контактировать с людьми контактировать что-то у нас будет хорошие но если брать все-таки про эзотерические я человек такой который увлекается там да там востоком занимается там практиками тадзи тюань цигун ездит в индию медитации випассана да то есть я исхожу из того что когда мы цепляемся мы привязываемся не здесь и сейчас мы либо в прошлом как вот буддизм или а2 это говорит застреваем мы хотим вот эти прекрасные моменты чтобы они снова и снова повторялись мы хотим вернуться в те кайфовые моменты которые у нас связаны с этим событием или опять-таки про будущее то есть мы ожидаем что вот так чему мы привязана мы получим какой-то результат и вот в будущем что такое произойдет и прямо у нас внутри будет вот это заваливать нас радостью счастьем или каким-то вот ощущением что да я живу я получаю то что я хочу от жизни вот она моя настоящая такая жизнь соответственно мы за это цепляемся а в настоящем да то есть вот этот принцип бабочки да там буддийские да то есть бабочка села посидела улетела умение непривязанности да то есть умение не не быть в прошлом не зацикливаться на будущем а умение быть здесь сейчас и таковость вот это буддийской таковость вещей ну так есть оно пришло ну то есть все меняется на випассане вот кто был дает вот это вот слово напали там на древней таком вот индийском языке на котором буду говорил называется все меняется они че да все меня все происходит ничего невозможно удержать все происходят да то есть мы не можем вцепляться мы иногда как дети да то есть мы как бы пытаемся удержать то что должно уйти как работает здесь ну понятно в медитации да ты ищешь контакт с собой да ищешь там какие чувства там что внутри там тебя привязывает учишься как раз вот этой непривязанность учишься быть здесь сейчас не даешь там прошлому будущему тебя туда уволакивать там не знаю там дышишь не знаю сканируешь свое тело на то есть ты научаешься не быть охваченными и ты изучаешь эти чувства которые приводят как пачка в психотерапии например если мы там идем таким путем да то есть мы смотрим вот эту боль почему я не могу впустить боль что еще лежит в моем прошлом до что не дает эту боль то выпустить может быть и агрессию не дает выпустить может не дает увидеть какие-то реальные факты вот эта фаза шока отрицания может быть это неверие там в какое-то свое будущее откуда она взялась может быть это про то что как бы я вообще не в состоянии эту боль проходить там страх там перед будущим и мы просто смотрим мы исследуем да то есть почему естественным путем вот это вот тема она не уходит да то есть вот это отпускание да то есть я вцепляюсь да то есть я как бы держу да то есть для чего в чем риск если я отпущу что произойдет да чаще всего нас поглощает вот этот страх что я там не справлюсь буду там бесконечно плакать никогда там не будет у меня других отношений здесь не смогу больно да то есть вот или там не могу как-то вот включиться в это и поэтому это исследуется да то есть и внутри с поддержкой когда ты получаешь поддержку и здесь нужно исследование нас затапливают эти чувства переживать рядом с профессионалом вы можете со стороны посмотреть а что же в вашей психике происходит да то есть как она как и чем она у меня в психике держит вот ну и в чем выгода да то в чем выгода это держать да то есть почему я за это держусь да то есть вы исследовать вот здесь самое хорошее да вот это вот исследование да то есть вы благодаря проживанию этого опыта вы Вы становитесь чуть старше, чуть мудрее, чуть ближе к себе. Ну вот, если тема интересна, я как-то потихонечку могу тоже раскрывать с разных сторон, из психотерапии, с точки зрения как-то адвайта, буддизма. Мы просто посмотрим, как быть более свободным. Спасибо, с вами был Вишняков Андрей.